Всем привет! Всех рад видит на канале. В этом видео я буду производить замену аэрлифных фильтров в этих двух аквариумах объемом 112 литров и объемом 120 литров. А производить замену аэрлифных фильтров в этих двух аквариумах я буду, потому что губки на этих фильтрах уже износились. Они полностью пришли в негодность. Можно посмотреть в каком состоянии губка вот в этом вот аквариуме. На ней очень много нечатки, также буроналет сверху. Даже вот видно какая-то часть губки отсутствующая, она просто отсоединилась при очередной чистке ее. Ведь когда чистишь ее, сильно сжимаешь и просто куски бывают со временем, отваливаются от нее, щели образуются. Конечно сейчас не видно, что здесь щели, потому что она в воде находится. Но когда ее вынешь из воды, промоешь так хорошенько, особенно когда растянуть ее, сильно видно такие щели большие. И так же в соседнем аквариуме тоже есть щели на этой губке, она более такая желтая, более обросшая и нечаткой. Поэтому пора уже губки в этих аквариумах менять. Конечно губки в отдельности не продаются в аэрлифных фильтрах, все продается вместе. И поэтому у меня есть уже отдельные аэрлифные фильтры. И я как раз буду заменять вместе с губкой и сам аэрлифный фильтр, так как он также оброс там водорослями. Но в отличие от губки я не буду выбрасывать вот эту вот основу аэрлифного фильтра, оставлю. Может быть она мне когда-нибудь пригодится, возможно где-нибудь губки удастся купить отдельно от аэрлифных фильтров. И не надо будет искать мне основу для вот этих вот фильтров. И сейчас буду их менять. Для начала нужно слить будет около, здесь около 25 литров воды, а там около 30 литров. Заодно сделал такой небольшой подмен. Вот видите, здесь уже 5 литров слил, когда отсаживал беременных самочек живородки в нерставички. Поэтому отсюда 25 литров сливаю, оттуда 30 литров. И покажу какие губки грязные и какие в них щели образовались спустя 6 месяцев после начала их использования. И сейчас заодно буду сифонить грунт, вот так вот особенно буду сифонить хорошо вот здесь вот, где аэрлифный фильтр, так как некоторые частички грязи просто не долетают до него. И вот оседают возле этого фильтра, поэтому вот так буду там вот за этим аэрлифным фильтром сифонить вот какая там грязь. Ну и так просто буду проходиться по поверхности грунта, также буду убирать какие-нибудь крупные частички растений и разного мусора. И вот слил 25 литров воды из этого аквариума, теперь буду отсоединять вот этот вот шланг от аэрлифного фильтра. Вот не знаю почему, но он очень легко отсоединяется. Мне советовали его обрезать или заменять, вот я обрезал и заменял его. Но все равно через недельки-две он вот такой становится каменный, вот здесь он расширяется, он просто вот легко вот так вот выпадает. И из-за этого аэрация прекращается в этом аквариуме, и поэтому я установил сюда дополнительную аэрацию недавно. И теперь помещаю этот аэрлифный фильтр в эту бочку и сейчас разбираю и вынимаю губку. Вот вынул губку и вот так вот хорошенько промываю, и вот сразу блаток остается коричневый. Это вот столько грязи, выбирает в себя аэрлифный фильтр за неделю. Этот аэрлифный фильтр, рассчитанный на 80 литровый аквариум, легко справляется с аквариумом объемом 112 литров. И вот я так хорошенько промыл эту губку, и теперь если присмотреться на нее, если вот так вот сделать, то видно такие щели, вот еще, вот посмотрите, такие, конечно, неогодная рука, вот нечатка видна. Вот, если вот щель, вот видите, такая щель, и они повсюду здесь, они вот крупные, есть маленькие, большие. И именно из-за этого я хочу заменить вот эти вот аэрлифные фильтры. И вот уже я слил с аквариумов воду, конечно, не удалось ведь столько, сколько планировал, а именно слил с аквариума вместо 30-25 литров, а с того, вместо 25-25, всего лишь 20 литров, потому что у меня воды мало накоплено, всего лишь 40 литров, а еще накапливать 15 литров будет очень долго. И сейчас, по идее, нужно просто заменить вот этот старый аэрлифный фильтр на более новый, конечно, не совсем новый, не из магазина. Вот видите, тут немного водоросли даже на нем, но губка на этом аэрлифном фильтре, как видите, целая, такая, без щелей, без каких-то дыр. Правда, тут тут немного обрастаний, но ничего, это исправится обычной щеткой. Но сейчас я не буду просто резко заменить, то есть, например, губку я выкину, я с помощью в томбу и заменю резко на это, потому что можете из-за этого сбиться баланс в аквариуме, ведь на губке аэрлифного фильтра всегда присутствуют бактерии, даже когда вы ее промойте в бочке, там какие-то бактерии останутся. Если я сейчас уберу вот эту вот губку, просто выкину и поставлю сухую, естественно, она без бактерий, эта губка 5 дней состояла в тумбочке, и, естественно, вода в этом аквариуме может помутнить, и даже может рыбка из этого пропасть, так как, посмотрите, сколько у меня тут рыбок в этом аквариуме, около 250 рыбок. Хоть полезные бактерии есть внутри грунта, но все равно я перестрахуюсь, и поэтому я буду делать замену губок в несколько этапов. И первое, что мне надо сделать, это просто поместить старый аэрлифный фильтр обратно в аквариум, предварительно его хорошенько промыть, как ведь я это уже сделал, уже подключил к нему шланг с кислородом, и затем я беру вот этот вот уже новый аэрлифный фильтр, почти новый, как видите, губка на нем хорошая, не порванная, и помещаю вот в эту бочку с грязной водой, как раз эту воду я сливал с аквариума. Затем я отсоединяю части у аэрлифного фильтра, вот так, и губку тоже вынимаю из этого фильтра, и начинаю так хорошенько промывать. Хоть она и как бы сухая, я вот так хорошенько промываю, чтобы она была мокрая, в общем, обязательно надо мыть не в воде из-под крана, а именно вот в этой аквариумной воде. Благодаря этому на эту губку какие-то бактерии засядут вместе с грязью, вот так можно даже по дну вот так и поводить, и потом обратно просто собрать этот аэрлифный фильтр. Сейчас я это и сделаю. Вот я уже так хорошенько вымыл губку в аквариумной воде, поводил также по дну, и теперь вместе с водой туда и зашел мусор в эту губку немного, и вместе с мусором туда зашли полезные бактерии, тоже немного, но этого количества будет достаточно. Вот слышите, сейчас фильтр так шумит, он мокрый, и шланг под сниженом с кислородом, естественно, там он шумит, выдает пузыри, и теперь я помещаю уже подключенный аэрлифный фильтр к компрессору в аквариум, и ставлю его куда-нибудь в угол, не обязательно ставить близко к работающему, аэрлифному фильтру, в котором уже много полезных бактерий, можно и в этот уголок муть такая пошла. Видимо, с прошлого раза я так хорошо никого не промыл, можно вот шланг подсоединить к присоске, чтобы он не болтался, и теперь вот так он здесь будет установлен, и теперь получается из этого аэрлифного фильтра бактерии потихоньку будут переходить к этому аэрлифному фильтру, также из воды будут они браться, и где-то через дня 3 я этот фильтр просто уберу отсюда и заменю на вот этот вот аэрлифный фильтр, просто поставлю его на то место. Ну и теперь так же буду делать вот в этом вот аквариуме. И вот я уже долил аквариум этот полностью, до ребр жесткости, до стяжек, я поставил новый аэрлифный фильтр поближе к старому, так как вот здесь у меня растет в леснойере, и я случайно, когда я ставил аэрлифный фильтр, помял вот один кустик в леснойере, потом установил туда вот один аэрлифный фильтр, а второй новый аэрлифный фильтр поставил вот сюда, он как видите, больше вот старого, вот этот рассчитан на 80 литровый аквариум, а вот этот на 100 литровый аквариум, это у меня самый большой аэрлифный фильтр, который у меня есть на данный момент, он у меня единственный я думаю даже не буду ставить его в таком так поэтому у меня малый рыбок установлю наверное в тот а вот этот новый установлю же вот такой распоменяют местами этот я усыну поближе к переднему стеклу так как больше места тут нет так как здесь заросли крипто корен и хинодорусов там в лесные рим не хочу испортить растение и вот так буду ждать сейчас три дня и на третий день тогда уже произведу замену беру старые арифные фильтры и заменю их на вот эти два новых и так уже прошло три дня с того момента как я к старым фильтрам добавлял новые и за это время вода успела уже и помутнеть и снова стать светлый прозрачный ставил я новые эти фильтра в воскресенье вечером поздно сейчас уже среда и вода в понедельник начала помутнила во вторник она слегка стала получше и вот час вечер среды как видите вода полностью такая чистая хорошая и прозрачная и кстати если посмотреть что можно заметить какой арифный фильтр уже такой старый изношенный а какой вот новый вот справа получается старенький видно даже губка такая желтая коричневатая вся в обрастаниях а вот это такая чистенько даже видно это вот трубка прозрачная здесь она такая мутноватая мы также здесь видно тоже это чистая губка хотя вот уже видно на губке мусор то есть она тоже у себя начала выбирать мусор но это такая старая рваная коричневая тоже всего просто них и сейчас тогда вот этот арифный фильтр я буду убирать вот в этот вот аквариум так как здесь рыбок больше а вот тот выбирать все так парень для как там рыбок меньше и принципе и такого арифного фильтра рассчитанного на восьми литров аквариумах хватит а здесь все таки поставить лучший арифный фильтр который рассчитан на 100 литровый аквариум и сейчас это я и буду делать и вот я уже убрал старые арифные фильтры и заменил их на новые в этот аквариум поместил арифный фильтр рассчитанный на 100 литровый аквариум основу у него такой же размер единственное что у него диаметр вот этого вот круга губки чуть больше чем у арифного фильтра который рассчитан на 800 литровый аквариум вот он здесь установлен а в соседнем аквариуме установил фильтр такого же размера как и было здесь до замены и здесь они будут находиться наверное около девяти месяцев кстати в начале видео сказал то что старые арифные фильтры здесь находились около шести месяцев я ошибся они находились не около шести месяцев около верно месяцев шестнадцати или восемнадцати они здесь находились в том момент когда я их купил и за вот эти вот 16 или 18 месяцев они вот так сильно износились так я каждую неделю промывал там выжимал хорошенько именно поэтому уже настало время изменить я их заменил и теперь думаю заменять их уже не придется около года нам потом посмотрим что с ними случится через год и вот такое интересное видео у нас сегодня получилось всем спасибо за просмотр ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока и